Не на уровне все-таки какого-то соревновательного. Я к вопросу изучения и практики боевых искусств хочу связать. А я можно зрителям, зрителям. И поэтому, когда мы приходим к учителю и говорим учителю о Макасе, то есть мы, в принципе, свою жизнь посвящаем этому. То есть посвящаем этому. Не до того момента, пока учитель доведет нас до звания чемпион. Не какого-то доведешь-то. А то есть мы вот это слово, слово о Макасе, мне кажется, не должно быть остановочным до какого-то пункта. А Макасе, значит, что доверие по полной программе. То есть стал чемпионом, учитель довел тебя до чемпиона, и учитель дальше тебя ведет. Или я ошибаюсь. Или все-таки доверие имеет некий временной отрезок. Сегодня учителю я доверяю, потому что он меня доведет до звания мастера спорта. А потом больше я ему не доверяю. Все, мне этого достаточно. Я ему доверился только довести меня до звания мастера спорта. Я ему доверился только довести меня до ситуации, когда я встану с колен. Понимаешь? Да. А дальше я уже не доверяю. Нет, дальше сам. Ну как дети... Нет, смотри. Ну ты же знаешь, что дзюдо это гибкий путь. Мягкий. Мягкий путь. Мягкий, гибкий путь, да, да, да. И философия дзюдо состоит в том, что этот путь надо пройти. И пройти ты должен его сам, лично. И поэтому соревнования я не рассматриваю, не считаю, как некое какое-то материальное. Это один из этапов, одна из вехов твоего пути на этом самом мягком, гибком пути. Поэтому я не согласен с тем, что достижение каких-то результатов соревнований это какое-то материальное. Если ты идешь по этому пути, то это твой путь. Ты будешь по нему идти сегодня, завтра, через год, через два, через три. И у тебя будет много соревнований. И рассматривать какое-то... Вот то, что ты сейчас сказал, да, смена тренеров. Вот мне сейчас выгодно у этого тренера тренироваться. Я стал мастером, а дальше мне выгоднее пойти к другому тренеру. Вот здесь есть, в этом есть некий элемент карьеризма. И этот карьеризм ничего общего с философией дзюдо не имеет. Это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Да, конечно, бывает и по-другому, когда твой старый тренер сам тебе говорит, слушай, но я тебе больше дать ничего не могу. Вот тебе надо... И он тебя передает. И он тебе передает. Это другое. Это совсем другое. Это как раз соответствует философии дзюдо. И это ложится в канву мягкого, гибкого пути. А у человека может быть много тренеров. Не обязательно, когда приходят новые, а от первого отказываешься. Он также остается твоим тренером, приходит второй, дополняешь его. А от того, они знают, что ты его бросаешь. Да. То есть здесь не как в России с женами. А разве ты не можешь сказать ей, что Гюшетай твоя любимая жена? Так, на этом, на этой ноте вычекает наше выступление. Это был амми, ребята! А сам амми! Вырушаюсь! Занимайтесь боевыми искусствами дзюдо, самбо, кидо, карате. Смотрите планеты дзюдо. До новых встреч. Сильно.